Приезжайте в Индию. Повторайтесь. Да. Без общения с Вашнауми ничему невозможно научиться в духовной жизни. Вы же все ищете счастливой жизни. Нет ее здесь в материальном мире. Только в той пропорции, насколько Вы глубже, насколько Вы больше занимаетесь в духовной жизни, вот в этой самой пропорции Вы и будете счастливым человеком. Опять возникает вопрос, но где же получить духовную жизнь? То есть это Бхакти и общение с Вашнауми. Так что Вы приезжаете в Индию. Постарайтесь приехать в Индию. Научитесь там с Вашнауми. Научитесь киртани, харикатхи. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. И всем с Тилаками тут быть. Да, Тилак, без Тилак, Бхакмана Тагур говорит, что лицо без Тилаки это крематория. Да. 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 Бхакмана Тагур говорит. Да. 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 Бхакмана Тагур говорит, что лицо без Бхаката вчера на арену. Так полезно, так благоприятно всегда прикасаться к пыли с лотосной стоп. Да. О том, как более чисто, сердечно и возвышенно Вы будете себя чувствовать. Да. Да. Тилак будет защищать Вас как Кавача, как оберег. Оберег. Да. Оберег. 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 Да. Оберег. Так. Это для всех благоприятно. Поэтому старайтесь каждый день ставить Тилаки на тело. Кому нету тилака, просят в коридоре проставить тилака. Кому нету тилака, просят в коридоре проставить тилу. Кому нету тилака, просят в коридоре проставить тилу. Кому нету тилака, просят в коридоре проставить тилу, просят в коридоре проставить тилу. Кому нету 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 тилу, просят в коридоре проставить тилу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 С материальной и духовной точки зрения. Очень нужно слушать от старших. С материалом, с кем-то, с кем-то, с кем-то. Спасибо, что не было. Да, это было. Надо что-то отличиться. Хожу с ним почти тем, как много честных поклонников вам будет урудыву, С вами Махараджа, мои поклоны Шиддхару Махараджу, всем, все еще предыдущие. Отлично. Будет сумбур, поскольку я совершенно не сконцентрировался на Икадыше. Но слава Икадыше вообще беспримерна, поскольку Икадыше считается матерью Бхакти. Я постараюсь не очень долго, потому что мне нечего сказать. Стоит свое время, но я не буду рассказывать, я о них очень хорошо помню, как Икадыше появились. Каким образом эти дни? Нет, я имею в виду, как появились, когда все были грехованы очень сильно и попадали к Ямараджу. Так? Махараджу сказал. А, Махараджу сказал. Ладно, я не буду рассказывать. Сила Икадыше очень великая, потому что эти дни присутствуют со мной. Это дни Кришны, когда мы концентрируемся на духовной жизни, больше всего на духовной. Гурадев говорил, что если в Икадыше мы должны вообще не исключить из своей головы все материальные мысли. Мы должны думать о Радхе, о Кришне и усиливать свой Бхаджу. Эти дни особенно благоприятны для этого. С материальной точки зрения это просто для здоровья это очень полезно. Пост всегда, особенно в эти дни, потому что в эти дни все на одиннадцатый день после новолуния и полнолуния все греховные реакции мира входят в зерно. Если мы принимаем эти зерновые, мы просто начинаем тоже, соответственно, получать все эти реакции за эти грехи. Поэтому нужно очень внимательно следить за этим. У меня действительно просто сейчас трудно сконцентрироваться, поскольку... Что еще подсказывать? Если кто-то будет подсказывать, я могу развить немножко. Папа повыращал. Он сказал, что если... Он может говорить о любой теме. Он сказал. Может, ты можешь дать какие-то показатели? Да. Не знали. Я не могу так много объяснить, потому что я не заинтересован. Главное. Главное. Продолжение следует... Сейчас мы следуем пост, который называется Икадыша. Это 11-й лунный день. И в этот день мы воздерживаемся от зернобобовых просто-напросто. Не такой уж тяжелый пост. Но этот пост очень важный. Это не чьи-то фантазии, это не чья-то идея была, что вот надо на 11-й лунный день воздерживаться от зернобобового. За этим находится глубокая наука, древняя наука. Если мы будем ее использовать, то вне замена получим замечательные результаты. Что они говорят? Настоящая хорошая жизнь. Они говорят, что в два раза. Необходимо от здорового или необычного, необычного. И также, что для святого и воспитания, Великие Риши Муни, или великие мудрецы прошлого описали важность этого поста, этого воздержания для того, чтобы человек и с духовной точки зрения возвысился, и с материальной точки зрения был крепким в своем здоровье. Здоровье нам дано для того, чтобы мы достигли высшей цели, не просто как животное, чтобы мы могли достичь гораздо больше, чем животные. Для этого нужно тоже хорошее здоровье иметь, потому что с плохим здоровьем невозможно совершать никакую духовную практику. И эта жизнь, она дана не для чувственного наслаждения низменных инстинктов, эта жизнь дана для возвышенной цели, для возвышенной достижения. Вот для этого очень полезны посты в Икадыше. Сейчас мы хотим гостить, как и, как и, как и, что, для хорошего体а, соотношения bounced в землю, как и, как и. Продолжение следует... Вот что делается, когда очень долго что-то работает без отдыха, по запчастям разваливается. То есть, с одной стороны, великие решения прошлого дали пост, который тоже со временем является перерывом, каким-то отдыхом. Они дали для того, чтобы наши тела, подобные машинам, тоже имели перерыв в работе. Мы очень сильно эксплуатируем эту машину, наше тело. У этого тела тоже ограниченные возможности. Например, если у нас стиральная машина, или если у нас кухонный комбайн, или если у нас чайник какой-то. Если он работает без перерывов, вообще без перерывов, долго он не будет работать. Он развалится, там что-нибудь обязательно сгорит. Вот точно так же это тело, оно тоже с ограниченными возможностями. И машина будет тогда хорошо работать, если оно работает строго, сколько есть срок эксплуатационный. Определённое время эксплуатации есть у этой машины. И тогда машина может прослужить долго. Вот точно так же этому телу тоже нужна определённая работа и отдых. Работа и отдых. Ну и как Вы, кухонной, 8 части, мы будем реализовать. Вместе с тем, мы будем реализовать. Другие есть у нас есть есть, «бреки». Минь-мини, даже не… Здесь есть, «бреки», «бреки», «клаки», «жоки», «вси». Это очень красиво. Например, в этом рецепте, я бы сказал, что это бодр или машина. Когда 15 дней он бодр или машина он бодр, это очень красиво. Бодр или бодр, это очень длинный день. Почему в работе делают выходные дни? Почему в школах тоже есть выходные дни? Потому что если человек будет работать все 24 часа, все дни недели или маленький ребенок пойдет в школу, там с одной стороны весело и интересно, новые знания. Но если он будет там учиться без выходных, то этот ребенок просто сойдет с ума очень скоро. Для того, чтобы знания воспринимать по-новому, для того, чтобы тело это использовать, для этого тоже нужны определенные перерывы. мозг, это тоже определенная машина. Каждый орган здесь, это фактически каждый из этих машин, которые нужно давать отдых. Если, например, ребенок... У нас в Индии все лекции разделены, в школе уроки разделены, но между ними на переменки. Почему? Потому что ребенок он воспринимает знания, потом ему нужен определенный отдых, чтобы он переключил свое сознание. и потом уже с новой энергией, с новой возможности сможет уже постигать следующее знание. Оно нужно для каждого нашего органа. Определенный отдых. И тогда этот орган будет работать, сколько нам дано, сто лет, сколько можно прожить. И так далее. И так далее. Почему? Почему? What is the science there? Maybe, you know, some, 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 some high tide, you know, was said, when, you know, this is the power of this moon, you know, the power of this moon, slowly, after Amavasya, slowly, when this moon, you know, some less, like this, our, you know, this effect comes into the water. Telling, our body, you know, made like, high, and there is the, you know, percent is the water, 75 percent is the water. So, usually, this, so much, often, our body, more, you know. So, they are eating some fasting, you know, then fasting, then, take some more water. So, more water, then, more water, then, more, then, more water, then, more affect, then, there will become so much disease. So, 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 you see, like this hospital, in the hospital, you see, so many, what tell you, person, disease person. There's, there's diseases. There's also, disease person also, And, this, most of the person died. And, somewhere, each other fight, even looking, this is that, this is the, this is the, this is the, so, we have noticed this thing. So, that, if you take, day of, you're telling some fruit, easily, you should take, the digestion, your body, then, and, now, take more water, then, you are, so much less of disease. then, . to the other part, As a vegetarian thing as a tough thing, the ones who, the most difficult, for the Kung Fu, is the, the, we need to, beware of the fish as well, with the ingredients of the fish. The, 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 the meal is working on maximum, so that it is, so, И поэтому нужны определенные перерывы Когда мы не принимаем зернобобовые А более простую пищу Которая переваривается очень легко С другой стороны возникает вопрос А почему именно этот день перерыв? А почему не какой-нибудь другой? Почему именно 11-й лунный день Лучше всего воздержаться от зернобобовых? И Махарач объясняет О том, что наше тело состоит из пяти элементов Земля, все химические элементы Грубые химические элементы Это земля, вода, огонь Это различные кислоты Земля, огонь, воздух и перф То есть пространство Но больше всего у нас какого элемента? Воды То есть в мышцах 1% воды В костях другой процент воды Но так или иначе Около 75% Это именно водная среда И если вы знаете из физики и географии О том, что на новолуние и на полнолуние Луна имеет очень сильное влияние на элемент воды То есть тогда либо океан, уровень океана поднимается Либо он опускается И поскольку мы тоже Наши тела состоят из этого элемента воды То именно на новолуние и на полнолуние Те организмы, которые более-менее слабые У них появляется надрыв Они доходят до определенного критического состояния Если у вас какая-то болезнь в теле То она усугубится именно в новолуние и в полнолуние Если у человека проблема с ментальным восприятием То у таких людей, как бы лунатики или еще что-то У них тоже на новолуние и на полнолуние Если возьмете любую статистику, любой больницы Там будет именно большее количество пациентов Посещение больницы и операции именно на новолуние И на полнолуние С Махрач говорил С Экадыши до новолуния и полнолуния Почему 11-й все-таки месяц Почему не 15-й месяц 15-й день Потому что новолуние и полнолуние Это 15-й день фактически луны Почему не в тот день мы, например, посетимся Потому что у зерновобовых и у структуры нашего тела Есть такая особенность, что зерно, оно впитывает И оно не моментально, не то, что ты покушал И оно моментально вышло Оно проходит определенный процесс несколько дней И фактически, если мы на 11-й месяц На 11-й день освобождаем свое тело Не принимаем зерновобовое То мы риск влияния То есть если мы принимаем зерновобовое На 11-й лунный день То он как губка То есть зерно, оно впитывает в себя Оно сдерживает в себе очень много воды То есть когда ты принимаешь зерно Тебе хочется больше пить То есть если ты, например, будешь жевать хлеб Тебе охота пить, 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 пить И внутри оно там точно так же, как губка Оно держит эту воду Если человек полный желудок Полный кишечник Этих зерновобовых То у него на полнолуние и новолуние У него высокий риск О том, что у него будет Как определенный критический момент А если человек на 11-й То есть он подготавливает себя К новолунию и к полнолунию Если в этот момент у него Восвобождается желудок и кишечник То это проходит на него С минимальным влиянием луны Понимаете? Если у кого-то, например, больность Вы можете сами Мы просто часто не замечаем Своё собственное самочувствие Не можем видеть эти параллели и зависимости Например, если у кого-то больные суставы Они могут увидеть Как на 11-й лунный день У них начинает побольше Побольше поваливаться, чем обычно И к полнолунию и новолунию Это увеличивается до максимума Это боль А если человек не принимает зернобобовы Воздерживается от них У него освобождается кишечник И все остальное То у него Он облегченно пройдет через новолунию Ни как обойшись И храм Они обозначены Они все огромные Сbi imаторные И они уменьшены Это все огромные Очень огромные 중요한 對 Один Один Продолжение Бронхатты Продолжение Мога, если вы чтобы не могли, как, будь кошки, браамат, бога… Если бы, как, брамха, прину, хат и мать… Фиат, родная, 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 родная. Три, 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 четыре. Если вы получили это грязь, то еще все действия. Так и жизнь, такие жертвы. в жизни. То есть, когда мы перебрели жизни, то мы берём медицину, ты смотришь на медицине и курсин, люстр, терамайсин, — и снимешь. Что случилось? Почему? Как всем случилось? Почему просто активизма. Так что медицинская медицина — «син», 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 «син». Фим Рашиноливо бытнотнотнотнотноти. Ну, тем не менее, с латинской стороны, с точки зрения не может объяснить. Итак, великие мудрецы прошлого уже для нашего блага написали и предупредили о том, что лучше воздержаться от зернобобовой пищи на 11-й лунный день. И помимо этого, помимо физического здоровья, физиологического здоровья, они сделали это как предписание для того, чтобы у нас была счастливая и ровная жизнь. Почему? Потому что есть так, эти трансценденталисты, мудрецы видели о том, что на 11-й лунный день все грехи и в особенности 5 самых суровых греха входят в зерно на 11-й лунный день. Таковы законы природы. Что это за 5 самых сильных грехов? Это убийство брамана, убийство коровы, убийство ребенка, то есть после зачатия аборт, это убийство родителей. То есть даже вот эти самые 5 ужасных грехов, они входят в зерно. И когда человек принимает это зерно, даже если он этого и не совершал, он просто будет страдать за это в будущем. И поэтому они и с этой точки зрения предупреждают, пожалуйста, не ешьте на 11-й лунный день зернобобовое, чтобы у вас была ровная жизнь и вам не приходилось страдать за свои грехи. Если мы посмотрим на лекарства, в основном антибиотики, они все заканчиваются на цинь, 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 пенициллин, аммациллин, там все вот эти вот... Мицин, 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 майцин, майцин. Да. То есть если на русском языке как бы этого не увидеть, но с точки зрения латинского языка, цинь, он пишется синь, читается синь. А синь это что? Это грех. То есть фактически лекарства, это ты должен принимать после... Если у тебя есть грех, то у тебя болезнь, и поэтому ты принимаешь лекарства, которые от этого греха. Махарада, clutter� и хороша. Да, да. Сритульный, это теле. Те теле, эти теле. Экарадаси. Экарадаси, это теле. Так, если есть лад poi, то д едут нам 11 senses. 5, то есть кармандрия, 5 гянаклевия майн. То есть, теле, это теле. Для этого теле, то нет, 11 сене, это тела-сене для всего трёх. Экарадаси, дезиа, Экарадаси, ампараса, мохарадага. Причем в этом сердце, чтобы The Lord служить в Сутих Драмы, В Иерусалим Ваше Сомнодаря. Таким образом, Джезда, в Иерусалим Ваше Сутих Драма, в Иерусалим Трамы, Болесим только в Иерусалим Ваше Своим Драмы, только в Иерусалим Ваше Сутих Драмы. Рам, 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 Харе, Харе. Кал, Сарпа, Снэк, 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 Снэк. Кал, Снэк, Снэк и Снэк. Кал, Снэк, Снэк и Снлэ dance. Кал, Снэк, Снэк years сэно, Харе снэк. Кал, Снэк тхи санк иily младаь врахан. И в Индии, многие люди, которые следят на Саундем, на Модель, на Тюзем, на Демига. Но кто тот предоставлен в этой атахте? Кришна. Кришна. Только в сене с вибухи лад, они не надо идти к Голуба Вриндавану. Но, без цикла, отбор и отбор, мы все могут быть всегда стреляем. Помимо такого простого объяснения Икадыши, грубого, можно сказать, объяснения Икадыши с физиологической точки зрения, есть ещё и объяснение Икадыши с более нравственной, с духовной точки зрения, с точки зрения уже возвышенной ценности, которые возможны для человека. А именно, Икадыши обозначает 11 на санскрите, 11 обозначает 11 чувств, то есть у нас есть 5 частей тела, которым мы работаем, и у нас есть 5 чувств, которые мы воспринимаем, знания, которые мы работаем, это руки, ноги, голова, и те чувства, которые мы воспринимаем, это знания, это вкус, зрение, слух, обоняние, сизание. И также 11 это ум, господин всего этого, который всем этим управляет. Так вот, 11 Икадыши обозначает, когда человек задействует эти 11 инструментов служения своему Господу. В Писаниях говорят о том, что этот язык, язык человека, создан только лишь для того, чтобы говорить о Господе, чтобы спрашивать о Господе. Если этот язык для этого человек не использует, то этот язык ничем не отличается от языка лягушки. Лягушка, когда наступает сезон, даже начинает квакать, 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 квакать. В конечном итоге он просто призывает свою смерть, и её съедает цапля. Она просто зовёт её. Вот точно так же, если человек, если он свой язык не задействует в служении Господу, то этим языком он только призывает свою погибель. Если человек не использует свои руки в служении Господу, то это не руки, это просто обрубки, говорят в Писании. Что ноги, что руки. Если человек не задействует свои уши, чтобы слышать о Господе, то тогда эти, это даже не уши, это просто дыры, пещеры, в которых живут змеи, ядовитые змеи. Это значит, что человек вам просто всегда погружён в мирские грязные разговоры. Если человек только лишь в человеческом теле возможно видеть Господа, только лишь в человеческом теле можно получать даршин Господа. Вот эти два глаза, которые даны по образу и подобию Господа, они даны только лишь для того, чтобы получать даршин Господа, получать даршин Вашнав, не для чего другого. И если человек не использует их по назначению, то это просто шары светящиеся. Поэтому все нужно использовать для служения Господа. Поэтому Махарадж вас просит о том, что, пожалуйста, все вы не принимаете зернобобовые на День Икадыша, для того, чтобы у вас была спокойная жизнь в материальном и в духовном плане. В Индии, можно композиции с правительством, если в Индии, если только один человек говорит, что только один человек. В Икады и 24. Екадаси, everyone with the Glory of the 24 Екадаси. Every Екадасис, you know, будет the difference. Somebody with so much suffering in this material world, and happiness life, when there is a whole Екадасi, there is very peaceful life there. Somebody, no, sad, there is, when it is an Ekaадасi, nice son. Somebody, no, good wife or husband, when it has the Ekaadасi. Somebody in a nice job, when it is an Ekaadashi job, Из-за всего кого есть у кого есть. Экадиси выполняет 2 уровни. Всезвести с 21 уровнях Экадиси является очень сколько-то. Это означает что на экоадиси asks польфирм и читать об этом. Но это сон, но это не намеренно того о себе и объектах. Экадиси означает, что на 11 сессиях это крышна, кришнабхати. Кришнабхати только gave eternal happiness. Так я не успела перевести. Каждый день недели он отписывается в поклонении тому или иному полезному небожителю. И поэтому люди в Индии, они фактически в понедельник одному поклоняются, вторник второму, третьим, четвертым. У них каждый день какая-то врата, каждый день какой-то пост на что-нибудь, на какое-то обещание и так далее, и тому подобное. Полное кичри в голове. Но Махараш объясняет славу Икадыши. Икадыши – это сам Кришна. То есть Икадыши – это день вирговной личности Бога. И если человек поклоняется, то есть следует врате в этот день, то это то же самое, как поклонение Господу. Не нужно соблюдать никакие другие враты, больше описанных в ветрах. Не нужны они. Достаточно поклонения Господу, и Он дарует все благо. Если нет у кого-то сына, для этого не нужно поклоняться кому-то отдельному, чтобы пополчить. Если у кого-то проблемы с работой, не нужно какой-то другой отдельной личности поклоняться. Если у кого-то проблемы с женой или еще как-то, не нужно кому-то в отдельности для этого поклоняться. Нужно просто следовать Икадыши, и тогда у человека решаются все его проблемы. За год 24 Икадыши. И у каждого Икадыши своя особенность. Если человек следует всем Икадыши, у него будет спокойная и процветающая жизнь. Но вайшнавы, конечно, не для этого следуют Икадыши. Икадыши следует... Вайшнава следует Икадыши не ради материальных благ, а ради того, чтобы пришло духовное понимание, ради того, чтобы появилась бхакти в сердце. Икадыши следует... Вы, знаете, говорит им, что вы кинза. Вы кинза, что вы кинза. И в свою жизнь переписали ему, что Он был с шутдером, очень плохой человек, как и в хантер. А его древние взрослые удачи, фроссия. Но он будет выглядеть на самом деле очень красиво, и когда мы увидели этой великой семье, у него красивая жизнь, видела, как она видела. Когда ее отцyer� он был очень пpayел он неслабил это edits к dela что еще не смел и скорее всего таким образом В нем не было так что вещество был на нем не днем для экиадесии. В Raven, он не мог сделать это время. Он не мог сделать это время, он не знал, как это было так. Он не знал, что это не единственный мир. Он уже был в борьбе и он не виден. Ни его собственно рады, он был в норме. Все, коврицы, каждый парадок, или председатель, История об одном прославленном благочестивом царе Рутманга. Когда царь охотился, он встретил одного Риша. И из любопытства он стал спрашивать у Риши о себе. Этот Риша сказал, ты знаешь, кем ты был в прошлой жизни? Ты был шудрой, то есть человеком очень низкого сословия. И ты был просто безумно влюблён в одну продажную женщину, проститутку. И ты был настолько влюблён в неё, что полностью помешан от этой любви. Ты буквально как во всём ей следовал. Она хочет сидеть, ты садишься с ней рядом. Она ест, ты садишься с ней рядом. Она что-то делает, ты возле неё это делаешь. И так получилось, что однажды, когда вы оба неосознанно, то есть вы не знали тогда, что был Дени Кадыши, но она вдруг сильно заболела, у неё была жуткая температура, она просто ничего не могла есть, какие-то приступы болезни. И из-за того, что она не ела, и ты ничего не ел. И от этих приступов болезни она умерла. И ты не выдержал этой разлуки и тоже оставил своё тело. Вот только потому, что это произошло на Икадыше, то, что они оба воздержались от пищи, поэтому ты сейчас царь всего мира тогда. Была одна цивилизация, одна страна. Он стал благодаря этому царём всего мира, Рудмамга. А твоя жена там, которая ничего благочестия уже за жизнь не делала, она была проституткой, она стала царицей. Когда царь Рудмамга это услышал, у него появилась огромная вера в Икадыше, и он постановил закон. В моей стране все будут теперь соблюдать Икадыше. Каждый гражданин моей страны. Там буквально делалось громкое объявление о том, что завтра начинается Икадыше. Всем нужно воздерживаться от пищи и воды, и если кто-нибудь будет следовать Икадыше, то его просто изгоняли из страны. Хорошо? Хорошо. МАНАНЧМО РЕБИНДАВНА ДРАМ Сейчас мы будем петь песню о ум. Отправляйся во Вриндаван и пой там рады-рады. За то, что нужно делать наикадыши. Песня немногословна, все равно можно повторять. Значение уже сказано. Рады-рады самая большая слава. Если вы приедете во Вриндаван, вы там слово Кришна не услышите. Там будут все говорить только рады-рады-рады. И когда кто-то говорит к кому-то, ты не будешь говорить рады-рады, ты не будешь говорить рады-рады и он придет. То есть рады-рады обозначает практически все. Рады-рады, иди сюда. Рады-рады, иди туда. Рады-рады, дай мне. У Рикш там тоже нет колокольчиков на велосипедах. У них только рады-рады. Значит рады-рады надо ехать сюда, рады-рады надо ехать туда. 1939-191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191920191919191919191919191919191919191919191919192024 Рады-рады,кульпы и Арнария, у Ва, у senhor мне Кречне с magical росcupunt. Он сам должен быть в этом. Если он говорит, что Радха, то человек говорит Радха, то Кришна, он будет следовать с этим идеями. Продолжение следует... В Писании Господь Шива говорит, когда однажды Он совершал Свой Бхажан, Парати подошла к Нему и спросила, что ты повторяешь? Он говорит, я повторяю имя Господа, Вишну, 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 она стала заниматься медитацией, Вишну, Вишну, потом Шива говорит, не, не повторяй Вишну, повторяй имя Рамы, Рамы, лучше повторять имя Рамы, потому что оно является тысячей имен Вишну, тогда Парвати стал повторять Рам, 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 а потом Шива говорит, нет, и имя Рамы не повторяй, повторяй имя Кришны, потому что имя Кришны равно трем именам Рамы, То есть, соответственно, трем тысячам имен Вишна. Тогда Парвати погрузился в свою имитацию и стал повторять Кришна, 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 Кришна. И Кришна сам говорит в Писаниях о том, что Он раскрывает эту математику и говорит, что Тысяча имен Кришна равно одному имени Радха. Радха, Радхи! Да, Радхи! Егоedly вспом том, как прав 안 То есть, как это также прер cubansк teach horizontal slash�가. Ну, кришна-крись строительская программа, потом vara Tech-анон папа, Хрэ, Кришна! Хрэ Сла-хрэ, Хрэ, РАМ, 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 РАМ , Ра Ме Ра. Ра, Пресيت functions. И когда Парати сказал, ну хорошо, тогда я буду повторять имя Рама, а Шива сказал, нет, тут есть один особенный секрет, если ты хочешь удовлетворить Радарани, тебе нужно повторять имя Кришна, как мне повторять Рады или Кришна, тогда Шива же сказал, тогда повторяй, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. И тогда будет и Рада, и Кришна довольна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там и лучший перевод Здесь сейчас попоется о том, что Ора Дарами, ты моя жизнь и душа, и я всегда молюсь о том, чтобы в жизни, в жизни, ты подарила мне место во Вриндаване, чтобы я всегда был там. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Она уже в экстазии. Может, она за что угодно. На теле выдаю, что начнут Пааташи, Таршаташи, Шимадбак, Твидан Ценорального. С вами Махараджи. Какие же бесчисленные докладоват пранамы, я предлагаю полилотусных сток моих Шикша Гуру. Всем Ваштамам Вашнави, всем Ачари Брупанаву Гуру Варги, всем собравшимся моим старшим братьям и сестрам. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я мог прославить Икадаши Деви. Махарадж попросил меня рассказать немного о Икадаши Деви. Я знаю одну историю, которую слышал от Махараджи тоже. Вы все ее слышали, но я повторюсь и таким образом попытаюсь прославить Икадаши Деви этот день. Жил один царь, и его царство процветало. У него была красавица жена, очень хорошие дети, хороший сын. В царстве было все очень благополучно. И он задался вопросом, за что Господь дал мне такое благо в этой жизни. И он пошел к астрологу. И астролог сказал, ты был вором и убийцей, а твоя жена была падшей женщиной-простепуткой в прошлой жизни. И вы всю жизнь наслаждались, не задумывались о Господе на секунду. И когда наступил момент вам оставить тело, вы были настолько немощны, настолько стары, что вы не могли даже поднять головы и встать с постели, чтобы пойти и принять пищу или воду какую-то. И это был день Икадаши. И Господь по своей беспричинной милости засчитал вам то, что вы соблюдали его день Мадовой Титхи, день Мадовой. И благодаря такой случайной аскезе, случайной врате, вы получили... Вот ты стал царем, а твоя жена в прошлом, падшая женщина, она стала царицей. И у царя настолько возросла вера в Икадаши, он дал обет всегда соблюдать Икадаши. И в Дашине, день перед Икадаши, ходили слуги по всему царству его и кричали, завтра будет Икадаши, все должны соблюдать Икадаши. Если кто не будет соблюдать Икадаши, его как-то накажут, либо он должен уйти из нашего царства. И даже животные соблюдали Икадаши в этом царстве, и царство очень поцветало. Однажды царь, он охотился, по-моему, или просто гулял, но неважно, он был в лесу. И он увидел очень красивую девушку, очень красивую. Он сразу же привлекся, она была очень-очень красива. Вот. Но я слышал, что... Я могу соврать, конечно, пусть меня все простят. Я слышал, что она очень сильно плакала, и царь, он подошел и спросил, «О, Сумбери, красавица, почему ты плачешь? И как тебя зовут? И что ты вообще здесь делаешь?» И она сказала, «На мне проклятие, меня никто не возьмет в жены». И он сказал, «Не беспокой». И она сказала, «Меня зовут Махини». И царь сказал, «Не беспокойся, я возьму тебя в жены». Что было, да? Нормально, нормально. И она сказала, «Хорошо, но у меня есть одно условие. Ты выполнишь любой мой каприз». И царь сказал, «Хорошо, я согласен на это условие». И он взял ее в жены и выступила Дашей день перед Экадышей. И опять слуги начали ходить, бить в барабаны, в гонги, всех возвещать, что завтра Экадыши, все должны соблюдать Экадыши. И эта новая царица, молодая царица, она сказала, «Ты не будешь соблюдать Экадыши. Это вот мое желание, которое ты должен исполнить». Цари раньше, если дают слово правителям, они должны сто процентов выполнить его. При любом стечении обстоятельств царь должен выполнять свое слово, потому что он к шатре. Слово к шатре – это закон, сто процентов. И перед царем стоял выбор – соблюдать Экадыши, врату, который он принял на всю жизнь, на себя, или отказаться от слова царя. А вот дальше… Она сказала, что помогло слово со мной. Ну, что угодно говорить? Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Почему? Все хорошо рассказывали. Я слышал так эту историю. Может быть, самая лучшая отмазка – это разные кальпы. В разных кальпах по-разному все происходило. Она сказала, что если ты разрубишь своего единственного любимого первого сына, то я разрешу тебе… Убьешь этого мальчика, то я разрешу тебе соблюдать Экадыши. И царь, он был готов это сделать, и она… Но вдруг эта прекрасная, новая, молодая царица, она приняла образ Экадыши. У него был очень благочестивый сын. Он himself asked me to speak, Махини. What? To continue this story. He asked me to… There's this story about Mahini. That's interesting? He asked me to speak. It's not my fault. It's not my fault. It's not my fault. Это… Когда в царстве начали следовать Экадыши, то сам грех Альцитарен он смолился обощать. Ему больше не было места на земле. Потому что все следовали Экадыши. И это значит, что было совершенно чистое и просветающее царство. И тогда он пошел жаловаться к Господу Браме. И Господь Брама, чтобы было это место для греха, поэтому он сделал Махини, чтобы она остановила это всеобщее очищение через Экадыши. И тогда вот эта девочка вот абсолютно все правильно про Браму рассказала. То она появляется в царстве. И когда услышала, то она пришла туда ради того, это ее служение своему отцу. Она пришла туда ради того, чтобы установить Экадыши. И как только она услышала, что стали объявлять Экадыши, она сразу со своим мужем стала разговаривать. А зачем тебе следовать Экадыши? Ты царь. Экадыши он вообще приписан для вдов, если они хотят этому следовать. То есть, а для молодых, здоровых и тем более царей не нужны Экадыши. Поэтому она подкупила даже одного Брамана. Чтобы вот он пришел на завтра и сказал, что нет, ну веди доказательства Писания об этом. Она подкупила этого Брамана. Наутро царь, когда говорил о том, что во всех Писаниях всегда есть Слава Экадыши, она говорит, ну пожалуйста, приведи сюда хоть одного такого бандита. Пришел этот бандит, который стал говорить о том, что он только для вдов, если они хотят. То есть, когда ты следуешь к Экадышу, то у тебя тяга к чувственному наслаждению уменьшается. Вдовам не нужна тяга к чувственному наслаждению. Она портит человека. Поэтому это нужно для вдов, но не для царей. И тогда царь был перед тупиком. Он не знал, что ему тогда делать. С одной стороны, он не мог остановить их. А она ему велела, если ты не будешь меня слушать, то я моментально уйду. И царь сказал, ну и можешь уходить. И тогда она уже собиралась пойти, но поскольку у царя очень благочестивый сын, сын всегда служит своей эмоцией. Тот побережал за своей этой матерью, молодой матерью, и стал её упрашивать, пожалуйста, я знаю, что если вы уйдёте, то мой отец будет так печален, он так будет разбит. Говорит, пожалуйста, не уходите. Я сделаю всё, что угодно. Что бы вы хотели, что бы могло заменить это желание, следовать и Кадыша. И тогда Махини велела, она решила потребовать просто невозможное. Она пришла в голову и говорит, что бы твои родители тебя обезглавили, и эту голову преподнесли мне на блюде. И тогда сын пошёл, сказал, обрадовался этому. Благочестивый сын этому обрадовался. Пошёл обрадовать свою благочестивую мать об этом. И тогда и сын порешили, и мать была счастлива от этого. Они подошли к царю и сказали, мы просто счастливы о том, что сын говорил, я буду счастлив, если ради меня будут все следовать и Кадыш. Я буду счастлив принести в жертву эту жизнь. А жена говорила, жена говорила, наш сын всё равно же когда-нибудь умрёт. Поэтому, ну, так бы он сам бы умер, а тут он сделает это ради и Кадыша. Он получит огромное благо, если благодаря ему люди будут следовать и Кадыша. И они стали убеждать царя обезглавить своего сына. Тогда отец решил тоже пожертвовать сыном ради и Кадыша, ради того, чтобы следовать и Кадыша. И когда уже было всё буквально в моменте, в пике, тогда появляется Вишна, очень довольный преданностью царя, царицы и сына. Сказал, что не нужно этой жертвы. Всё завершилось очень благополучно. Я просто испытывал Вашу веру, испытывал веру в преданность и Кадыша. О Махине, по-моему, не помню, что тогда стало с Махине. Да, если человек неправильно постится, делает ошибку, все плоды идут к Махине. Грек тоже. Грек делся. Грек остался жить в четырёх местах. Там, где мясо едят, где интоксикации, где затные икры и где распутная жизнь. Этоbat. Грек следует о Боге. Экспира This is Hatash Gove. Халий Крис vestиновичь it be parts. Это, какwald laughing р hilarно. apresentании, тыom. Просто вер außeràn a chính, сказали, что запутная жизнь р Toyota Пре behave eigenlijk и о том, что Он говорит в л земле ГеорГодство и карлина. Если человек только один раз приходит в Навадвипадхам, он будет получать больше денег, когда ходят тысячи раз в других местах. Шиваджи, когда прославляет землю Навадвипа, он говорит, если человек хотя бы раз в жизни туда приезжает и проходит паломничество по Навадвипадхами, это значит, что он тысячи раз обошел все святые земли. И когда вы туда приедете, вы сами увидите, как там находятся действительно все святые места, все святые реки, Ганга, Муна, Сарасвати, Ирада, Кунда, Шяма, Кунда, Гира, Ирадж, Говарда, все там находится. Вчера мы закончили свое описание на вопросе Парватидеви. Она вопрошала своего супруга о том, откуда появилась Навадвипадхама. Да, когда Санкт-Педаги, она погибла на него снижение, что то, что он увидел Радха, потому что он увидел «Consider не жила». Он увидел что, «Кришна, он прославляет, он должна отправиться в него домой. Он всегда ответил, что мы реагируем за вас». Но иногда, «Кришна, он прославляет, не имя, он будет направлен, это неria. Это описано в Ананта-самхите. И тогда Шиваджи стал описывать некоторую эзотерическую историю, которая говорит, что однажды Радарани засомневалась в Кришне. Обычно Кришна когда от нее уходит, она знает куда он уходит и что он делает. А сейчас она заметила постоянно в одно и то же время куда-то уходит и она не знает куда он уходит. Тогда у нее появились большие сомнения. Обычно жена очень хорошо понимает сердце мужа, но очень часто еще бывает когда мужу просто чрезвычайно сложно понять сердце своей жены. Все посмеяются. Нет, Радарани мое, ладно. Радарани, мое сердце умеет. Видите, это х left with Rādhārani. Может быть Rādhārani мое сердце, может быть Радарани мое сердце. Может быть кришна любит к другим 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 другим. Почему? Когда я peculiarly появилась, видела, что это любовь и люди считают, что так и не думаю. Поскольку люди думали, что у меня должно было какое-то, в этом время на раундском разумеется, повернулись. Радхарани не почувствовала, что прежде сердце Кришны принадлежало ей, а сейчас она чувствует, что Кришна где-то в другом месте с твоим умом находится. Она очень засомневалась в нём. Радхарани потом говорит на пусте Сахии, говорит на пусте на пусте сады, что Кришна во discussing и ходить на пусте, что Кришны греха и спросили на пусте, что Кришна пришла бьешь на пусте Сахии. Продолжение следует... Some Sakhi, he followed Krishna. Where is he going? Then he saw, come such a time, Krishna did not watch Radharani and going to some hidden place. Going, going, going... Then saw, how they are very beautiful, how Brindavan, they are flowing very nicely. They are also flowing very good river. This is Ganga. How Brindavan, very beautiful they are. So many creepers, there are so many fruit, and they are quail, and they are in the Mairuke, and they are very good flower, and they are bhasmic, lotus flower, swani, you know, moving swani. They are very beautiful. They are same like this, they are also very nice, beautiful place. And there is one Sakhi, her name is Viraja, very beautiful one Sakhi. and Krishna goes there and meets with her there at some place. Then she is Sakhi, look this, and look, Radharani doing doubt is the truth, you know. Now, she is coming, and everything told Shri Madhara, I saw this thing, the doubt is the truth. And then Radharani from one of her friends, she asked one of her friends, to be able to see for Krishna, when he is left. And when, when, in another time, Krishna, not asking, where to come, then Radharani and he is coming, to be able to see the way to the world. And finally, he found a place, 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 the Roadster's son. certain acts of what you think. And then Radharani comes to mind, when you come, when you see that place, so much like that place, then Radharani is also Продолжение следует... 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 Можешь до сега сувашества в киртане и так далее. В Майя Пуре Атма не веда нам шрава над киртаном. So, there all places, you know, when you go there, every place is the, you know, not different to Vrindavan dhap. So tell it is the Gupta Vrindavan. When the Gupta Vrindavan, all Vrindavan dhap are hidden when stay there. So, when you go somewhere to Navadhin dhap, both hands are too large, you know, the hand is a large. So, there are many, when you go to Navadhin dhap, easily, when somebody does Parikhma, this Vrindavan dhap, easily, they are dead, easily. But if somebody does Vrindavan dhap, only can get fruit only Vrindavan dhap. But with Navadhin dhap, both dhap Parikhma, you will get many fruit and fruit. Все места Vrindavan dhap присутствуют в Navadhi Padhama скрытым образом. And so, when a person does Parikhma to Navadhi Padhama, he does Parikhma to Parikhma to Parikhma to Parikhma to Parikhma. One is Parikhma to Parikhma, and one is Parikhma to Navadhi Padhama. As Maharash shows, he has two large delicious food. So, when a person goes to Navadhi Padhama, he gets the result of the visitation of Vrindavan and Navadhi Padhama. So, in Parikhma, he writes a nice script. You know, he said, He is the one of the great goodness of the Navadhi Padhama. He is the one of the Avatar. He is the one of the Avatar. Like this Mahaprabhu. Like this, you cannot find out like this one incarnation. You know? He is the one of the Avatar. And you saw how Mahaprabhu, how he came to pray to everybody. You know, chandale, brahmane, kare kula gali. And you saw, before you know, the time of Krishna and Ram, you know, brahmane, they are different as true. And in Loyarika, you know, Mahaprabhu past time, you saw, you look there all. You know, you come to western country, the India, western country. They are not different, you know. They are together. They are brahmane with all God Navadhi Parikhma. They can look there. All India, brahmane. So, everybody. They are chanting. Brahmane, brahmane, brahmane. Yes, brahmane. Only Mahaprabhu, Sanchek in Karnesan, he cannot consider you to be the dead, 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 dead. Everybody together chant this holy name. Only Mahaprabhu will sing. Primananda Stakwar, in his song, he sings, brothers, have you ever seen the most gracious of the God? Like Chaitanya Mahaprabhu? You saw, how he does this prism to all the world? You ever seen before this? Before this? If a person is from the highest and he had no connection with a person from the highest of the highest. For example, brahmane, they are far away from the shudder. Or, so, there was never before this. When now, it came to Chaitanya Mahaprabhu and these brahmane, people from the highest class, they love those who are from the highest class. And they both cry from this ecstasy of the premia, the восклицation of Nitaigoura, Hari, 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 Bho. All the Navadvipa just falls in this ecstasy of the premia. And Chaitanya Mahaprabhu has balanced everyone before the love of God. So, telling, Duraam Mathi Addi, Patita Pasad, Parana Mahaprabhu Hari Namadiyahavidaya So, it is the Jati Dharagam. So, Arissa, like this incarnation, Krishna, you know, he takes this chakra, even some little bit of offense, you know, he cut everybody out, take both, whole, Lakha deshchai. Vada Mahaprabhu, even Nityanthuru, you know, God telling, broke his head, you know, telling, oh, don't problem, once only chanting this Hare Krishna Mahamantra. He did not kill to anybody. Everybody came to Harinap and church to everybody in heart. Who is the Prem? Brahma, Sankara, Brahma, Birichira, Banchitra, Jeprem, Jagadar, Thalila, Dhali. So, the Brahma, Sankara, Uthav, Narada, who is the Prem? They are what, you know, Mahaprabhu easily this Prem gave to everybody, you know, Vadajaya, Kartali, will not lead to any great asterity. Before you saw Brahma become a stone, asterity, Sankara become gatekeeper, Udha become grass, thousands, thousands of years, they are asterity. But this Prem easily only chanting this Holy Name, clapping and chanting this Holy Name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Mahaprabhu easily this Prem Premananda Astakur says, you have ever seen such a love of God? When we needed to restore the peace in the world, we still have God's one of them punished, one of them punishes, one of them save one of them, one of them лишed lives. This did and Rama, and Krishna. But Chaitanya Mahaprabhu never killed any of them, even of them, he killed 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 them, every heart, every heart, every heart, and give him freedom, absolutely every person, to be able to say, well, that's all, just повторяй Святое Имя и ты получишь всё, я дам тебе всего себя за это, никогда ещё прежде не было подобного милости, доброты Господа. И что же он просит, он раздаёт огромнейший дар, бесценный дар, он дарит такое, ради чего Брама хочет, готов быть маленьким камешком на границе Вриндавана, Шива готов быть сторожем за этим Вриндаваном, привратником, Удава молится, чтобы быть травинкой, чтобы обрести это сокровище, а тут он приходит в этот мир и начинает всем его раздавать, все, кто хочет. А и для этого просто требует что? Не надо никаких аскез, не надо никаких особых усилий, ну даже если нет музыкальных инструментов, вот просит он Харинама Санкир, ну нет музыкальных инструментов, всё уже есть, уже ладошки есть, хлопаешь в ладошки и повторяешь святые имена и всё, и ты получил то, о чём мечтает Брама, Шива Иуда. Харшва, 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 you know, he tells very important word he gives, this incarnation, you know, and this yug is the golden yug, this is the not adinar yug, tomorrow he is listening to Ekada Shaskada, tomorrow he is telling, so this yug is the not adinar yug, you know, and this yug mahapravake, and this yug even demigar they are also want to bath in this, demigar they want to bath in this day at that time, so you are very easily kept every day by Shnavas, and got this holy name Harina, so telling if this life, you did not try to crush this material world, you know, chanting to the bhajan, but life and life you can become dug, and tree, and birth, you know, take birth, you know, you cannot be liberated, so necessary this life and how you can chant this holy name nicely for nilak, anik, bhajan, and cross the shahwa. when the shahwa is a if tomorrow we will listen to of the shaman bhagavatam, which will listen to the holy name of the holy name now, in the house, the holy name is not holy name that is made from gold, it means that when the opportunity for each of us И Вриндавандастахур говорит, если глупый человек отказывается от этого, раздившись в это время, в это время, в одиннадцатой песне Бхагаватам говорится, полубоги стоят в очередь все и молятся, выпрашивают, чтобы родиться сейчас в это время. Если какой-то глупый человек, который сейчас отказывается от такой золотой возможности, Вриндавандастахур в читании Бхагаватов предупреждает. Он просто никогда больше за это не получит человеческой формы жизни. Он так и будет бесконечно кружиться в круговороте рождения и смерти животными, птичками, деревьями и как угодно. Поэтому, что нам нужно делать? Нам нужно просыпаться рано, делать тилаки, делать минимальные баджинские, делать мангаларати и повторять святые имена. И благодаря этому мы исполним желание Господа и благодаря этому мы достигнем этого, обретем это огромный дар. Вот, как ты занимаешься рюбал, я и даю вам рюбал, это очень приятно. Не знаю, это очень приятно, что ты занимаешься рюбал. Я называю Рюбал, я иду тебеotion, гривер, так как ты готовишь рюбал. Ты только берешь рюбал, можно берешь рюбал, но если ты покупаешь рюбал, только П Плево хватает на тиллах, только не обогревшись. Основным ударам вы неите, доброго утра. Вhelосная тишина не обограмма с длиной на длине. Вы должны 중克 нравства с браху. Не нужны на тиллах, как пула, в тиллах. Тиллах должен быть полный длиной, где посоль нас с бхакти и длиной. Полный длиной, чтобы не подчеркнуть длиной грибы. Мы ведь ради того, чтобы иметь рубль, по много часов в день работаем, по много лет работаем, чтобы у нас этот рубль был. Разве подарил этот рубль счастье кому-то? Для того, чтобы обрести этот дар Чайтани Маха Прабху, ведь тоже нужны усилия. Там мы так много часов из-за этого рубля работаем, а тут дарят такое огромное богатство, такое огромное сокровище, что совершенно жалко хоть каких-то усилий в этом отношении дать. Не нужно никогда пренебрегать тилокам, не нужно никогда пренебрегать святым именем. Если проставить тилок на тело, это считается половиной баджины за день. Ни в коем случае нельзя пренебрегать тилокам. Утро встал, проставил тилокам в соответствии с шастерами, половина твоего баджина уже сделана за день. Не нужно думать о, ну в принципе ничего в этом важного нету, это все внешнее, это все ненужное. И вообще я быстро ничего не получаю и в этом разочаровываться и оставлять это. Нужно просто потерпеть и делать то, что просит гуру, то, что просит баишнавы. И тогда мы будем сами обомлены, какой будет результат всего этого. Продолжение следует. Завтра мы будем прославлять Шилагурудея во днем и будем праздновать Гвардана Нукут, будем делать подношение к Гирираджу Гвардану. Кришна говорит, если будете поклоняться моему Гирираджу Гвардану, если даже хотя бы одной зернышко ему предложите, никогда в своей жизни ни в чем не будете нуждаться. Hallowe Родак. So, everybody tries, кем на нашу, bring something, sweet, some пауд, cooking, and if possible, come to here, everybody is cooking here, and Тамара Maheshwarabragu also cooking nice halва. Завтра было бы замечательно, если бы в каждой семье дома приготовили что-нибудь супер вкусное, но если дома не получается, то можно прийти сюда все ингредиенты, тут приготовить все самое вкусное от себя и предложить Гераджи Гавардана. Вот, например, Махеша Паба, он уже медитирует Тахалаву, которую он завтра приготовит для Гераджи Гавардана. Он уже сегодня несколько раз про это говорил. Это все было слава Навадви Падхамы. Это все рассказывается для того, чтобы все-таки вы приехали на Навадви Падхаму. Никогда не упускали такую возможность, даже если весь мир разрушится, весь остальной. И кому нужны билеты, обращайтесь мне или советы, как туда добраться. А потом мы еще и поедем в Джаганадхапури всем вместе. На хорошем автобусе туристического. Махаправу там жил 18 лет после своих игр в Навадви Падхамы. Он вообще туда пешком ходил. Там необыкновенные божества. Там есть одно божество, которое прямо село ради своего предательства. Есть божество, которое само появилось от руки Господа. Сам Господь сделал божество, показать, как он будет выглядеть в следующей йоге. Но будет много удивительных, неповторимых даршанов и харикатхи. Те, кто поедут, просто свяжитесь в Нагаре, она как бы там что-нибудь подскажет. Те, кто поедут, просто свяжитесь в Нагаре. Те, кто поедут, просто свяжитесь в Нагаре. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok